Более 6,5 миллиардов рублей из федерального бюджета поступят в Чувашию в 2014 году на финансирование объектов капитального строительства. Эти цифры привел представитель кабинета министров Чувашии Иван Моторин на еженедельном совещании с членами правительства республики, которое провел глава Чувашия. Из 6,5 миллиардов рублей в республику уже поступили 30%. Эти средства направляются на реализацию федеральных адресных программ. На финансирование объектов республиканской программы предусмотрены 5,5 миллиардов и больше половины из них – субсидии с федерального бюджета. За счет этих средств предусмотрено ввести 12 дошкольных образовательных учреждений на 221 место. В каких районных городах вы видите на слайде? Две общепрозовательные школы в Канадском и Чебоксарском районе, 20 модульных фельдшерских пунктов, также 6 объектов спорта. Планируется также построить более 2000 километров дорог в городах Чувашии. А при поддержке федерального бюджета будет продолжено строительство очистных комплексов в Цивильске и Бресях и Шлешахазана Канаджского района. Федеральные средства также пойдут на обустройство защиты от паводковых вод над реке Цивиль, строительство индустриального парка, ледового дворца и центра развития маутинбайка в Чебоксарах. Есть задержка по реализации плана мероприятий и строительства объектов, которые должны быть реализованы к юбилейным датам. Но тут власти республики заняли жесткую позицию. По всем сегодня объектам праздничным дано четкое разъяснение со стороны Минрегиона в филиал казенного учреждения о том, что объекты празднования должны быть приняты к рассмотрению. Эти объекты должны быть построены или реконструированы или отремонтированы. Сейчас ответы пишут. Иной раз, конечно, читаешь, ссылку делают на Крым. Федеральные структуры такой ссылки вообще не должны делать. Глава Чувашии подписал указ о предельных индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Чувашской республики. Руководитель госслужбы по конкурентной политике тарифам Альбина Егорова пояснила, что с 1 июля тарифы вырастут в среднем на 4%. Это будет последнее повышение в текущем году.